МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. При помощи социальной защиты, конечно же, помогаем таким семьям. Особый подход. В станице Гостогаевской оказали помощь семьям, состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Насколько это возможно? Стараться разъяснить, что за чем должно быть. Спроси у депутата. В первом выпуске нашей новой рубрики расскажем о том, как была решена долголетняя проблема ветерана Великой Отечественной войны. Их никогда нигде не видно, но когда нужно, они есть. Для меня это главный критерий. Оцени работу полиции. Министерство внутренних дел проводит социологический опрос по всей России. Налоговые инспекции совместно с судебными приставами и полиции провели рейд. Как пояснили участники, исход такой встречи может быть крайне неожиданным для должников. Автомобили останавливают на стационарном посту ДПС. В помещении находятся представители ведомств. По специальным базам данных они проверяют на наличие задолженности. Если сумма значительная, есть решение суда и выдан исполнительный лист, то прямо здесь могут арестовать автомобиль. Однако такие случаи единичные. В основном речь о суммах в несколько тысяч рублей. Имущественный либо транспортный налог, алименты, либо иные обязательные платежи. Если обнаружат должника, то ему поясняют, что платить так или иначе придется. Но после решения суда необходимо будет оплатить издержки. А если будут задействованы судебные приставы, то еще и дополнительный 7% сбор, но не менее 1 тысячи рублей. Вместе с тем, современные технологии избавляют от необходимости постоянно заглядывать в почтовый ящик. А задолженность погасить достаточно легко. Чтобы не пропустить оплату своевременную налогов, нужно проверять, во-первых, завести личный кабинет на сайте налог.ру, где отображается информация о задолженности и есть способы оплаты данной задолженности. Также такая информация отображается на сайте госуслуг. Сейчас можно все это сделать онлайн, также через личный кабинет на госуслугах. И также, если вам распечатают квитанции, все это делается через QR-код, элементарно, сосканировав своим телефоном и оплатить онлайн через Сбербанк тот же онлайн. У анапчан интересуется тем, как они оценивают работу полиции. Социологический опрос проводится по всей России по приказу Министерства внутренних дел. В нем примут участие более 300 жителей и гостей города-курорта. Полицейские подчеркивают, опрос анонимный, то есть в анкетах нет графы с фамилией. Жители спрашивают о том, насколько безопасно они себя ощущают, не переживают ли за свое имущество, а также об отношении к сотрудникам полиции. Знаете, мне так нравится, что их никогда нигде не видно, но когда нужно, они есть. Вот для меня это главный критерий. Комиссия по делам несовершеннолетних провела межведомственный выезд и посетила семьи, состоящие на учете. Таких в Анапе порядка 30. В каждой из них воспитываются дети. Сегодня члены комиссии посетили станицу Гостогаевскую. В рейде участвовала и наша съемочная группа. Каждой семье нужен особый подход. Главная цель рейдов – увидеть реальную картину, в каких условиях живут дети. При необходимости комиссия помогает в оформлении документов, оказывает социальную и бытовую помощь, обеспечивает семье медицинское лечение. На месте проще разобраться и принять верное решение. В этот раз совместно с главой сельского округа комиссия посетила четыре семьи. Каждой вручили продуктовый пакет и бытовую химию. То, что такие семьи, родители и дети будут знать, что к ним могут приехать, о том, что они на постоянном контроле, будет заставлять их как-то мобилизироваться, лучше относиться к своим детям, следить за чистотой и порядком. Конечно же, мы понимаем, что не всегда бывает, что покушать. Здесь мы, конечно же, и при помощи социальной защиты, конечно же, помогаем таким семьям. В Анапе уже несколько лет действует фонд «Вторые руки». Они собирают вещи, детские игрушки, канцелярию, чтобы помочь нуждающимся семьям. А также ежегодно проводят акцию «Собери ребенка в школу» перед началом учебного года. С помощью неравнодушных анапчан, предпринимателей, общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» мы собрали достаточное количество школьной формы, обуви, канцелярских товаров, для того, чтобы оказать помощь нуждающимся семьям. Вот сегодня мы пригласили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в которых воспитываются первоклассники, для того, чтобы им оказать реальную помощь в сборе и подготовке детей в школу. В преддверии Нового года соцзащита раздаст теплую одежду и поможет семьям с закупкой дров. По итогам рейда трем семьям будет оказана медицинская и правовая помощь. Выезды руководителей службы ведомств в системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сельские округа продолжаются и в дальнейшем. Также комиссия посетит семьи в самом городе. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-Регион. Спроси у депутата. Сегодня стартует наша новая рубрика в рамках программы новости. В этом выпуске мы расскажем о том, как была решена многолетняя проблема ветеранов войны. Тит Леонтьевич несколько лет добивался газификации своего дома. И лишь обращение к депутату муниципального совета помогло разрешить эту проблему. Подробнее в материале наших корреспондентов. Этого момента здесь ждали почти четыре года. Так получилось, что подключение дома к газу стало подарком в день рождения. Титу Леонтьевичу в ноябре исполнилось 89 лет. И хотя здоровье уже не то, память его не подводит. Годы войны оставили неизгладимый след. Брата забрали, вот лошадь себе, вот косилка и коси. А я говорю, ну я круг сделаю, а дальше у меня силы не хватает. Дом, в котором бы тит Леонтьевич мог спокойно провести старость, купили для него дети. Вот только когда встал вопрос о газификации, столкнулись, как им казалось, с неразрешимой проблемой. И получилось, что два с половиной года практически ничего не делалось. У нас в семье ветеран отечественной войны и инвалиды были. И учитывая, что они немощные и нужно было за ними осуществлять уход и надзор, газ был просто необходим. Сама система газификации, она настолько сложна и запутана для обычного потребителя, что понять эту систему и логику всех этих перемещений невозможно. Несколько лет прошли в переписках и хождениях по инстанции. Дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения к депутату муниципального совета. Волокит – это та бумажная составляющая, которая, например, для старшего поколения очень тяжело понятна. Для любого поколения? Для любого. Поэтому, наверное, и задача, как депутата, либо кто сидит на приеме, насколько это возможно, стараться разъяснить, что за чем должно быть. Еще в прошлом году в это время жить в доме было невозможно. Холодно. Теперь же день рождения Тита Леонтьевича отпразднуют здесь, в семейном кругу. Будем надеяться, что сейчас ему будет проще. Нам не нужно будет его увозить на зиму в город, чтобы он не замерз. Поэтому большое спасибо всем, кто нам помогал. В Ласта Царева, Михаил Григорьев, Анапа, регион. В селе Субсех владельцев незаконных торговых точек оштрафовали и предписали убрать с муниципальной земли незаконную конструкцию. Это самый центр села. Рядом продуктовый магазин, место проходное. В одном случае торговлю вели прямо из автомобиля. Увидев представителей муниципального контроля, ее быстро свернули. С таким вот импровизированным прилавком все сложнее. По данным фактам составлено два протокола. В обоих случаях межведомственная комиссия вынесла решение о штрафе. Незаконную конструкцию предписано убрать с муниципальной территории. В семейном курорте «Алиан Фэмили Ресорт энд Спа Давиль» прошла тематическая неделя киноканикулы. Юные гости под руководством профессионалов участвовали в создании короткометражного фильма. Желающие работали над анимационной картиной. Тишина, приготовились. Камера. Мотор. Это кульминационная сцена короткометражного фильма. Он про девочку, которую вдруг перестали узнавать все, включая родителей. Выяснилось, что такая в городе она не одна. Дети объединились, чтобы противостоять наваждению. Съемочная площадка, территория отеля. Актеры, юные, отдыхающие. В главной роли Вероника Санникова из Екатеринбурга. Эмоции и впечатления еще предстоит осмыслить. Круто. Очень круто. В отеле констатируют, запрос от гостей на подобные образовательные проекты растет. Искали эксклюзив. Родители могут оставить спокойно детей с педагогами, с профессиональными педагогами. Причем это действительно ребята умеют зарядить и профессии, и им интересно с ними общаться как с личностями. И спокойненько посещать СПА, посещать термальный комплекс, процедуры оздоровительные. Юлия Костюкова из Ростовской области любит Анапу. Поездку в Давиль запланировала заранее. То, что каникулы оказались с киноизюминкой, считает удачей, так как сын занимается в местной студии для юных актеров. Очень понравилось. Приедем еще. Уезжать. Мы завтра уже уезжаем. Уезжать не хочется. Проводники в мир кино. Специалисты международного детского лагеря Максатиха Кэмп, который базируется в Твери. Здесь шикарно в том, что здесь есть море, в то же время есть инфраструктура самого отеля, где все для нас предоставляется. И в этом плане вот здесь это удобно. Полное погружение в съемочный процесс и каждый его этап. Например, тут рассказывают о хитростях монтажа, где есть свои правила и художественные приемы. Это наброски. Покадровый план. Здесь снимают мультфильм. Технология называется перекладкой. Фигурки из бумаги перемещаются по фону и фиксируются камерой. Процессом руководит Софико Бадалова. Занятие с детьми она чередует с работой в достаточно известной студии. Можешь некоторые вещи объяснить взрослому человеку, а к детям, то есть это сложнее, к ним нужен подход особый. То есть мне кажется, что это для меня само обучение. Результаты работы юных кинематографистов и мультипликаторов останутся им на память. В отеле же сочли опыт удачным и уже думают над продолжением проекта. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова